Что вы делаете? Что вы делаете? А почему задерживаются люди, которые просто стоят? Погоди. 9 часов вечера на улице Петровка. Так закончилась акция против поправок Конституции. По данным МВД, в этот день в Москве задержали 132 человека. Правозащитная организация ВДИНФО сообщила о 147 задержанных. Дмитрий Иванов – один из этих полутора сотен задержанных. У него свой телеграм-канал, и в тот вечер он вел трансляцию. Его отвели в полицейский автобус одним из последних. Я стоял с товарищем на Пушкинской, и мы обсуждали, куда мы дальше поедем. То есть мы планировали поехать в один из отделов, где находятся задержанные, в том числе наши друзья. Думали, где там куда лучше, где больше народу. И в этот момент к нам подошли несколько сотрудников полиции, которые до этого там 10 минут стояли с нами рядом буквально, и сказали, что мы задержаны. Дмитрия отвезли в отдел полиции района Марьино. Отпустили уже в начале третьего ночи. Перед этим взяли обязательства о явке по статье «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия». Вообще около половины нашего автозака – это были люди случайные, которые не участвовали ни в каких мероприятиях, которые вообще не знали о том, что там проходит какой-то сбор подписей, шествия. То есть это были просто гуляющие, которые там выходили из баров, из кафе, и их забрали за компанию, потому что они оказались не в том месте и не в то время. Раз, два, три! Путин уходи! А начиналось все совсем иначе. Организаторы компании «Нет» против поправок Конституции планировали провести митинг. Его не согласовали. И тогда они приняли решение собрать подписи. Мы отправляем эти подписи в Верховный суд вместе с иском против голосования по поправкам Конституции. К сборщикам подписей выстроилась длинная очередь на Пушкинской площади. Главная поправка, против которой выступали пришедшие – обнуление сроков президента Путина. Мы просто не были услышаны, потому что абсолютное большинство были против обнуления, в частности, и иных, так сказать, подтекстов, поправок в Конституцию. Такой человек, как Путин, окружил себя армией более двух миллионов человек, окружили себя Росгвардией около полумиллиона человек, и при этом надеются на то, что пожизненно будут узурпировать власть. Сколько у нас получается еще? 16 лет? Я против этого. Мне 19 лет, я всю жизнь прожил при Путине. И другого президента не видел. Я хочу нового. Но через какое-то время часть протестующих направилась в сторону Страстного бульвара. И там на какое-то время переградила проезжую часть. Шествие закончилось на Петровке, которую переградили полицейские и сотрудники ОМОНа. Часть протестующих провели в отделениях полиции всю ночь. Шествие закончилось на Петровке, которую переградили полицейские и сотрудники ОМОНа.